Лучшие моющие роботы-пылесосы Влажная уборка – желанная функция пылесоса, а таком мечтают многие. Моющий аппарат не только сделает полы чище, а воздух свежее, но и соберет случайно пролитую воду. Вдвойне приятнее, когда такой возможностью обладает робот, убирающий дом без вашего участия. Увы, пока есть немного роботов-пылесосов, способных справиться с мытьем безупречно. Рассмотрим плюсы и минусы пяти лучших роботов-пылесосов с функцией мытья. Это модели с наибольшим количеством хороших отзывов. Лучший выбор – это выбор покупателей. Все представленные в видеопылесосы оборудованы приложением, позволяющим составлять карту территории и выбирать режим уборки. Оснащены электронным контроллером подачи воды, хепофильтром, дистанционным управлением. В рейтинге роботы идут от последнего места к первому. Xiaomi SW-UDK Smart Cleaning Machine ZDG300. Средняя цена – 16 тысяч рублей. Эта модель является полотером в чистом виде. То есть модель предназначена только для влажной уборки, для чего оборудована двумя подвижными салфетками большой площади и емким контейнером для воды. Аппарат можно запрограммировать на уборку по расписанию. Он управляется с пульта или смартфона, но только андроида. Интегрируется в систему «Умный дом». Главным минусом пылесоса является именно его специализация на влажной уборке. У модели отсутствует блок сбора сухого мусора. Поэтому крупный мусор будет оставаться на полу, а мелкий мусор и пыль – быстро загрязнять влажные салфетки. Все же обычно пол требует и сухой, и влажной уборки одновременно. А эта модель такого представить не может. Также многие пользователи жалуются, что пылесос часто теряет ориентацию в пространстве. Вот один из отзывов. Достоинства. Постоянно чистый пол при запуске три раза в неделю. Недостатки. Часто натыкается на стены, шумит. Присутствовать при уборке некомфортно. Хорошее устройство для квартиры без ковров и порогов. Дощадь уборки 40 квадратных метров, везде линолеум. Воды в бачке при финальном объезде по периметру уже нет, но тряпки достаточно влажные. Необходимо избегать мест, куда он прямо заехать сможет, но не сумеет развернуться по диагонали. Иначе просто остановится. Tefal RG 7675WH Цена от 34 тысяч рублей. Это высокоинтеллектуальная модель. Пылесос самостоятельно опознает ступени лестницы, автоматически усиливает мощность при уборке ковров, безупречно очищает все укромные места. Он управляется с помощью мобильного приложения Android или iOS, а бесщеточный мотор обеспечивает долговечность прибора. Пылесос двигается елочкой, как при ручной уборке. Одновременно собирает пыль и моет пол двумя боковыми щетками. Эти щетки трехлучевые, охватывают большую площадь. Есть режим быстрой уборки для наведения порядка во всей квартире за полчаса и режим «пятно» для тщательной очистки ограниченной площади. Высокая мощность всасывания позволяет идеально очистить глубокие щели. Бампер мягкого касания по периметру агрегата защищает стены и мебель от повреждений. Tefal RG-7675 – незаменимый помощник владельцев четвероногих любимцев. В комплекте идет турбо-щетка, великолепно убирающая шерсть с ковров, а также две насадки для удаления стойких пятен и тряпка с электростатическим эффектом. Основной минус этого умного пылесоса – высокая цена. Из недостатков также можно отметить отсутствие пульта управления, маленький резервуар для воды и большую высоту прибора. Если расстояние между полом и нижней поверхностью мебели менее 10 см, пространство под ней придется чистить и мыть вручную. Отзыв пользователя. Удобное устройство и очень полезное. Строит карту, можно настроить уборку по расписанию, а также ограничить зону уборки с помощью виртуальной стены. Возможно, управление удаленно. Очень довольный покупкой. Собирает шерсть и мусор отлично. В квартире или доме с питомцем – незаменимая вещь. При необходимости можно проводить влажную уборку. Набор необходимых функций и стоимость каждый может выбрать на свой вкус и потребности. Для наших условий подошла именно данная модель. С задачами справляется отлично. Главное, что в квартире меньше шерсти. iLife A10S. Стоимость пылесоса начинается от 22 тысяч рублей. Этот робот-полотер хорошо ориентируется в помещении благодаря лазерному дальномеру. Сохраняет в памяти до трех программ уборки. Может навести порядок в комнате в заданный интервал времени. Есть датчики, предотвращающие падение с лестницы. Пылесос управляется с пульта и телефона. Может работать в режиме всасывания пыли или подметания с мойкой. Моющий блок вставляется во всасывающее отверстие. Для качественной уборки пылесос оснащен двумя боковыми щетками и виброшваброй. Для всасывающего отверстия предусмотрены две насадки. Силиконовый валик и турбощетка. Первая хорошо очищает гладкий пол, вторая – ворсистые поверхности. Пылесборник с микроциклоном сепарирует мелкую пыль от крупного мусора. Это позволяет очищать контейнер, не оставляя много лишней пыли вокруг. Есть три режима подачи воды. Главные недостатки модели – небольшая мощность всасывания, долгая зарядка аккумулятора, высокий корпус. Кроме того, этот пылесос не совершает финального объезда по периметру, из-за чего углы очищаются хуже. Вот что говорит о приборе один из пользователей. У меня не было опыта использования роботов-пылесосов. Это первый. Пока вижу одни плюсы. Рост в управлении, каждый день ставлю автоматическую уборку, прихожу домой – чисто. Отличная экономия времени. Конечно, в некоторых местах остается мусор, труднодоступных, например, между ножек стульев. Но он на такое и не рассчитан. Нешумный, выглядит стильно. Влажная уборка – простое протирание влажной тряпкой. Неплохо освежает пол, но пятна не оттирает. Использую редко, так как лень менять отсеки. Хобот Лиги 7. Приобрести эту модель можно в среднем за 43 тысячи рублей. Эта модель представляет собой полотер, но существенно более продвинутый, чем Xiaomi SWDK. Он также имеет подвижные трущие салфетки, но еще и снабжен модулем сбора сухого мусора. Также модель имеет лазерную навигацию, которая позволяет строить карту помещения. Ее пользователь может видеть в мобильном приложении. Лиги 7. Он понимает команды на русском языке. Им можно управлять через колонки или смартфон, используя голосовые помощники Alisa, Google Assistant, Siri. Пылесос снабжен даже одной боковой щеткой, что вообще-то редкость для полотеров. Однако модель имеет и недостатки. Высота около 10 сантиметров не дает роботу проезжать под низкую мебель. Хотя модель и снабжена модулем сбора сухого мусора, но это просто щель, в которую засасывается пыль и мелкий мусор. Для уборки чего-то покрупнее необходима электрощетка. То есть по сбору сухого мусора он проигрывает обычным моделям. Также некоторым любителям классики не нравится отсутствие традиционного пульта. Еще один фактор, который может удержать от покупки этого умного и эффективного агрегата – очень высокая цена. Отзыв покупателя. Достоинства. Отлично проходят углы за счет D-образной формы. Много настроек подачи воды. Это особенно актуально для тех, у кого паркетная доска. У меня лично не оставляет полосы на паркете. И в целом отлично убирается. Сохраняет карты. Есть настройка режимов для разных комнат. Наличие пользовательского режима уборки. Качественная сборка. Производитель позаботился о запасных аксессуарах и положил в коробку две щетки. Хепофильтр. Комплект салфеток. Четыре форсунки. Недостатки. Несъемный фильтр для воды. Шторы – преграда. Приходится их отодвигать или убирать. Не дымывает пристенные зоны шириной в 2 см, как и другие роботы. Проходят порожки, ковры только 0,4 мм – 0,5 мм. После полугода использования края клейких держателей салфеток стали немного отставать. Комментарий. Главное преимущество Лиги 7 – хорошее сочетание цены и качества. Atwell R80. Цена на сайте официального дистрибьютора – 23 000 рублей. С виду этот робот можно было бы назвать неплохой моделью для обычной сухой уборки. Но на самом деле это два в одном. В комплекте к нему идет специальный мусоросборник с объемным резервуаром, который совместно с программной частью превращает пылесос в замечательный полотер. В режиме полотера робот совершает поступательные движения, проходя по одному месту несколько раз, что увеличивает результат влажной уборки пола. При этом он продолжает собирать сухой мусор при помощи электрощетки. Если добавить к этому приличную мощность и электронный расход воды с возможностью регулирования, то получается модель, которую можно настроить на различные задачи, в том числе и на эффективную влажную уборку. Еще одно интересное отличие – модель снабжена гиромодулем, который, тем не менее, обеспечивает точность навигации на уровне лазерной. При этом гиромодуль находится внутри корпуса, что позволило уменьшить высоту робота до 79 мм. Обычно пылесосы с навигацией имеют высоту около 10 см, что не позволяет им заезжать под низкую мебель. Построенную карту помещения можно видеть в мобильном приложении. Также через него осуществляется управление. Для любителей классики в комплекте предусмотрен пульт. При всех достоинствах цена на этот робот вполне умеренная, что и позволило поставить его на первое место. Спасибо за просмотр видеообзора. Ссылки на представленные в нем модели мы оставили в закрепленном комментарии. Первое, что нужно учитывать при выборе моющего робота-пылесоса – базовые характеристики, отвечающие за эффективную и комфортную эксплуатацию. Мощность всасывания, время автономной работы, объем пылесборника и водяного резервуара, уровень шума, время зарядки аккумулятора. Обязательная опция – электронная подача воды. Это предотвратит излишнюю сырость лужи на полу. Нелишними будут несколько режимов мойки, вибрация швабры, вторая боковая щетка. Высота корпуса тоже имеет значение. От этого зависит, сможет ли пылесос чистить пол под шкафами и кроватями. Обязательно ориентируйтесь на отзывы других покупателей. Они помогут сделать вам лучший выбор.